следующий диск который будем тестировать 35 250 60 форма заточки раскос 60 число зубьев на 250 диаметре ну что же давайте опять-таки пропилим этим диском и массив и фанеру и вдоль и поперек хотя конечно вдоль шести зубьями наверное пить будет тяжело но тем не попробуем вот начнем именно с продольного пиления для этого приподнимем опять наш диск повыше немножко и посмотрим как же он покажет на полтинничке включаем пылеудаление диск свежий поэтому конечно ну что ж как ни странно диск с полки ником в деревом массиве справился достаточно легко поверхность практически шлифованная получилось не сильно готов рекомендовать этот диск для продольного пиления хотя хотя он с этой справляется ну давайте сейчас посмотрим как он проработает на продольном пиление на заготовке из лиственницы есть такая заготовочка тоже мы поставим ее где-нибудь по толщине вот я бы слегка бы опустил бы диск все-таки высоко для такой заготовки как-то вот так куда давайте проверим твердо листные породы что можно сказать можно констатировать что пилит пилит достаточно легко что странно все-таки 60 зубьев это многовато для продольного пиления как так не основная задача без проблем как основная задача для продольного пиления все-таки нужно уходить в 24 зубчика либо как краев 40 ну что ж давайте посмотрим на торцевание и на фанеру начнем с торцевания ясеня рез легкий и очень хороший снизу без подрывов сзади без подрывов очень очень неплохо продолжим на фанере опять-таки же начнем с поперечного распила фанеры значит поперечное пиление фанеры снизу очень хорошо сверху замечательно рез чистый в общем 60 зубьев для фанеры и для торцевания очень очень неплохо смотрится ну вот как мы с вами посмотрели фанеру диск пилит без проблем ну давайте посмотрим что у нас будет происходить с пилением лдсп когда пилим лдсп зубчик должен подниматься совсем немного над заготовкой ну вот давайте включим пиление легкая ну про верхнюю часть можно молчать она всегда как бы идеально самое интересное снизу и вот снизу у нас есть легкий легкий подрыв чик но на самом деле так и должно быть потому что зубчиков пока у нас еще 60 не так много и скажем так для этого диска лдсп наверно как такая крайняя граница да вот оптимально им работать по фанере по массиву вдоль поперек для дсп все-таки стоит смотреть диск уже с большим числом зубьев и попробуем на этом этим диском работать с такими сложными материалами как покрытые покрашенные лиственница и паркетная доска ну начнем с паркетной доски ну чтобы сразу понять как она работает мы положим вниз чистовую поверхность потому что вверх так и так будет хорошо проверяем без пылесоса потому что не так много пилим рез в принципе неплохой в принципе неплохой но вот по ощущении подачи он чуть чуть сложнее чуть тяжелее чем мы пилили предыдущим диском который предназначен для фанеры ну и давайте еще соответственно проверим как это диск отработает на крашеной листве тоже вниз и тоже неплохо и тоже неплохо но чуть чуть хуже вот буквально самую самую мелочь есть минимальные скольчики вот от стороны появились то есть если мы если когда мы работали диском предназначенном для фанеры и для катного реза мы не никаких дефектов и изъянов то здесь небольшие минимальные изъянчики есть вот наша заготовочка которую мы пилили предыдущий раз тут у нас нет ничего и вот этот рез мы с вами делали на так секундочку отрез мы делали с вами предыдущий вот он да а вот предыдущий рез вот смотрите вот этот рез мы делали с вами диском как раз деликатным от тряс мы делали диском обычном обычный неплохо справился но деликатный рез где есть аксиальность дал просто исключительно качество реза если вы хотите получить бескомпромиссное качество реза на деликатных поверхностях используйте серию 37 если же вас устраивает стандартное качество но очень хорошее вы можете брать универсальный диск 35 серии который будет вам пилить и вдоль и поперёк что можно сказать в отношении этого диска пиление продольная чуть-чуть тяжелая подача но он легко справился и с твердыми породами при толщине 30 миллиметров и соответственно с хвоей при толщине 50 миллиметров подача была чуть-чуть затруднена но мы получили очень-очень качественный рез при пилении фанеры вообще никаких проблем тихо вопросов идеальный рез сверху идеальный рез снизу при пилении дсп он дает очень хороший рез сверху снизу есть небольшие сколы но все-таки конечно 60 зубчиков с формой заточки раскос не сильно годится для работы по лдсп ну если у вас есть узел подрезной проблем не будет если этого узла нету то тогда лучше уже смотреть на пилы с большим числом зубьев уверен что этот диск точно подает вашей мастерской для универсальных задач при работе с древесиной и с фанерой